12-ти кратный чемпион и рекордсмен России по пауэрлифтингу, вице-чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, финалист Паралимпийских игр в Сиднее и в Афинах. Разве можно подумать, что все эти спортивные достижения принадлежат человеку на инвалидной коляске? Сергей Стомин чудом выжил после падения с девятого этажа. Четыре года после ампутации ног он жил на обезболивающих препаратах. Потом Сергей начал тренироваться. Прошло совсем немного времени, и он выиграл чемпионаты Москвы, России, Европы, получил бронзу на первенстве мира. И все это за один год. Нужно себя любить, как Господь сказал, полюбить самого себя, полюбить Господа своего, как самого себя. Ты должен по-человечески начать относиться к себе. Конечно, когда ты пострадал, ты чувствуешь, что ты ущербный. Но надо через это пройти, преодолеть, почувствовать в себе человека. И вперед, больше ничего не могу сказать. Надо преодолеть это чувство сытливости. Сергей Стомин не замкнулся в себе. Он забирался на вершину Эльбруса. 12 раз становился чемпионом по пауэрлифтингу. Постоянно участвует в шоу-программах. Ну, спорт для меня, я буду 27 лет заниматься в злоатлетике. Вообще, сейчас уже искусство стало. Я уже сейчас спортом большим не занимаюсь. У меня цирковой номер. Я, как в старину богатыри, сейчас разыскиваю трюки, силовые. И показываю силовые трюки. И для меня уже тренировка и репетиция стало одно и то же. То есть, сейчас уже пошло больше искусства. Стало включать больше силовые упражнения. Сергей Стомин по натуре борец. У него своя методика тренировок, построенная на базовых упражнениях. Он всегда слушает свой организм. Старается не тренироваться, пока полностью не восстановится. Но, тем не менее, работает на пределе возможностей. Смысл его жизни – спорт. Своим примером Сергей Стомин показал всем, чего может добиться человек, если только захочет. Иностранное слово – есть такой драйв, вперед, движение. Движение – нужно движение. Если ты перестал гребсти велосилами, то все, ты в лучшем случае даже стоять на месте не будешь. Все равно тебя будут нести вниз. То есть, нужно найти себя и воплощать в любых видах – в спорте, в искусстве. Стремиться нужно стать нужным обязательно и себе, и обществу. Человек – это фантастическое такое существо, оно не поддается каким-то канонам. То есть, раздвинуть, я хочу, эти каноны, и возрастные, и, как говорится, ограничения по здоровью, все это раздвинуть, эти рамки, и показать истинную силу духа человека. Человек без ног может сложить руки и считать себя инвалидом, а может бороться, используя все ресурсы своего организма. Главное – найти свой путь, жить так, как считаешь нужным. Так считает и Сергей Стомин.